Приветствую всех разработчиков игр Scratch. И в нашем очередном уроке из раздела фишки и плюшки мы решим вопрос, как разместить анимацию или игру Scratch на своем сайте. Наверняка многие задумываются над тем, как можно свою игру Scratch сделать доступной многим. В программировании, назовем его классическим, создается так называемый компилированный или исполняемый файл, который потом запускается на любом компьютере, и мы можем делиться своим программным продуктом, любым приложением или игрой, или анимацией. Scratch дело обстоит несколько иначе. Мы можем записать небольшой видеофайл, фактически это будет анимация. Ссылку на соответствующий урок я размещу под этим видео. А что касается самих игр, то играть с них можно только на сайте Scratch, поскольку для этого требуется определенная среда. Как же все-таки сделать так, чтобы о твоей игре узнали многие? Есть один вариант. Мы можем разместить игру на своем сайте. Или на том сайте, к которому мы имеем доступ для того, чтобы размещать на нем свой контент. Я буду приводить пример, как я добавляю игру на свой сайт. Ну и чтобы сейчас не заниматься теорией, мы перейдем к практике. Вот, например, я разместила игру на сайте. И здесь мы можем ее запустить и начать играть. Разумеется, сама по себе игра размещена на сайте Scratch. И ссылка на эту игру здесь тоже дается. По ходу дела я потом объясню, для чего нужна эта ссылка. Сейчас я открою один из проектов. Вот проект, который мне нравится, и я хотела бы эту игру разместить на своем сайте. Это игра «Код в лабиринте 2», которую разработала одна из моих учениц. И я хотела бы тоже ее в раздел «Игры» на своем сайте разместить. Что для этого необходимо сделать? Для этого, понятно, нам необходим доступ к управлению сайтом. Разумеется, раз я говорю о своем сайте, у меня такой доступ есть. И второе, нам необходимо знать, как, где и что размещать. Давай перейдем к моему сайту. Вот я уже сделала небольшую заготовку. И когда мы работаем с любым сайтом, мы добавляем новые страницы. Или здесь вот я работаю в системе управления сайтом, которая называется WordPress. И здесь добавляются записи. Я уже добавила новую запись. И для каждой записи мне необходимо ввести сначала заголовок, а потом, собственно, контент. То есть то, что на нашей странице нашего сайта будет размещено. Заголовок разумно сделать какой? Конечно же, совпадающий с названием нашего проекта, нашей игры. Сейчас я этот заголовок скопирую. На сайте выделяю его. Нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-C. Это стандартная комбинация клавиш. Перехожу к своему сайту, к системе управления. И в заголовок вставляю заголовок названия игры. Дальше, что необходимо сделать? Для того, чтобы разместить свой проект Scratch на сайте, у нас есть дополнительные инструменты. В своих видеоуроках о сообществе Scratch я показывала, что свои проекты можно размещать в студиях. Да, при этом надо обязательно быть, конечно же, авторизованным. То есть я вошла под своим именем в ОГАЕ. И, соответственно, у меня эти инструменты доступны. Если на сайте не зарегистрирован, то эти кнопки не доступны. Невозможно не ставить нравится, не размещать в студиях. Но нас интересует другой инструмент. Инструмент, который называется Embed. По-английски Embed означает «встраивать» или «встраивание». То есть мы будем встраивать в свой сайт. Здесь даже такая подсказка появляется. Embed Project on Other Websites. То есть мы можем встроить свой проект на другие сайты. Нажимаем на эту кнопку, и у нас разворачивается набор инструментов, с помощью которых мы можем выполнять необходимые действия для решения поставленной задачи. Для того, чтобы разместить игру на сайте, нас должен интересовать вот этот код. Мы его выделяем. Это HTML-код, так называемый iFrame, в котором прописана ссылка на этот проект, тем, чтобы его можно было открывать на другом сайте. Здесь мы этот текст должны скопировать. Это можно сделать двумя способами. В данном случае я показываю второй. Можно нажать правую кнопку мыши и выбрать «копировать» или по-английски «копи». Либо комбинацию клавиш Ctrl-C тоже она здесь работает. Переходим к системе управления сайтом. И вот здесь обязательно необходимо перейти в режим, в котором мы можем работать с исходным кодом сайта. Здесь вот у меня две вкладки есть «визуальный» и «текст». В разных системах управления этот доступ обеспечивается по-разному. Иногда, собственно, мы можем работать только с исходным текстом. Но во многих современных редакторах это, как правило, визуальный режим. Поэтому нужно найти такую кнопку, которая открывает исходный код сайта. И вот сюда, в исходный код, мы вставляем тот код, который мы скопировали с сайта Scratch. Сейчас я нажала комбинацию клавиш Ctrl-V. Ну, собственно, и все. Если мы сейчас перейдем во вкладку «визуально», здесь мы, естественно, ничего в редакторе не увидим. Хотя в некоторых редакторах, возможно, и будет видно. А вот и у меня загрузилось отлично, хотя иногда не всегда это работает. И что нам нужно сделать? Опубликовать нашу страницу на сайте, либо сохранить. Кнопки бывают по-разному называются. В данном случае у меня кнопка «опубликовать». Но прежде чем это сделать, я еще должна вспомнить о том, что у меня, у моего сайта, есть определенная структура. И мои игры должны размещаться в разделе, который так и называется «игры». Вот если я перейду в этот раздел, то здесь у меня пока одна игра. Поэтому я должна прикрепить свою страничку к разделу «игры». Или в WordPress это называется «рубрики». Выбираю «игры» и теперь публикую. Опубликовалась страничка. И теперь, если я обновлю страницу игры, то мы видим, что появился проект «Код в лабиринте». Я его открываю. И игра доступна на моем сайте. Что еще я должна сказать и объяснить? Есть один маленький нюанс. Когда мы играем в игру на сайте Scratch, у нас есть возможность нажать на вот этот синий квадратик и открыть ее на весь экран, то есть на все окно браузера. К сожалению, либо я еще не знаю, как это сделать, я, честно говоря, не разбиралась, либо такой возможности нет. Если мы нажмем на эту кнопку на своем сайте, то ничего такого не происходит. То есть игра не разворачивается на весь экран. Именно поэтому у меня под этим проектом стоит ссылка на игру на самом сайте Scratch. И эту ссылку мы сейчас тоже поставим. Перейдем на сайт Scratch. Где эта ссылка у нас имеется? Эта ссылка есть на самом деле в нескольких местах. Первая. Вот я открываю. Есть у нас адресная строка. И в принципе достаточно адресной строки вот этой, до знака решетки, потому что это дополнительные параметры для браузера. Это адрес самого проекта или ссылка прямая на него. Она же есть, эта ссылка на самом деле у нас в этом коде. Но правда она такая тут запутанная, поэтому лучше не разбираться с этим. А есть также ссылка вот здесь. Мы можем ее спокойно скопировать отсюда. И наверняка ты уже заметил, здесь есть иконки соцсетей. В принципе можно нажать на эти кнопки и разместить свой проект в соцсети. Но для этого я сделаю маленький еще урок. Возможно там еще какие-то дополнительные интересные вещи ты узнаешь. А сейчас мы просто скопируем эту ссылку. Нажмем Ctrl-C. Перейдем в редактор сайта. И здесь уже в принципе можно в визуальном редакторе добавить новую строку, добавить эту ссылку. И когда мы работаем с сайтом, видишь у меня такой урок получается, где-то немножко я обучаю даже о работе с сайтом, мы должны обязательно сделать собственно ссылку. Вот в визуальном редакторе у нас всегда есть доступная кнопка «Вставить ссылку». И у меня уже появляется инструмент. В принципе я могу ссылку оставить такую, какая она есть. Я пока оставлю так. Обновлю страничку для того, чтобы мы увидели, как это выглядит на сайте. Здесь тоже обновлю клавиши F5. Вот появилась эта ссылка. Если мы по ней щелкнем, то мы сразу автоматически переходим на сайт Scratch. Что происходит не так? Происходит первое. Мы ушли с исходного сайта. Это не всегда хорошо. Второе. То, что здесь вот эта ссылка так написана с цифрами, тоже может быть не совсем удобно. Сейчас мы эту ссылку сделаем более красивой и грамотной. Мы можем этой ссылке задать другой текст. Для того, чтобы это сделать в WordPress, есть специальная возможность редактирования и настроек. В других редакторах это может выглядеть примерно так же. В любом случае у нас есть такое понятие, как текст ссылки. И я могу здесь вместо вот этого непонятного для многих пользователей текста написать «Открыть игру на сайте Scratch». Например, так. Ну, конечно же, надо писать без ошибок Scratch. Вот так. И еще очень важный момент. Поставлю флажок «Открывать в новой вкладке». Тогда у меня откроется новая вкладка, в которой будет эта игра, а страничка сайта останется в предыдущей вкладке. Обновляю эту ссылку, нажимаю «Обновить». Сохранилась запись или страничка. Нажимаем «F5» в браузере. И вот у нас текст ссылки остался. Внизу, если ты видишь, в браузере появляется подсказка «Ссылка на эту страницу», на страницу сайта Scratch. И если я кликну сейчас мышкой по этой ссылке, у меня открывается новая вкладка. Осталась вкладка со страницей с моего сайта. И открылась новая вкладка на сайте Scratch. И здесь я уже могу открывать проект на весь экран и играть. И читать какие-то дополнительные инструкции, если автор их опубликовал. Здесь инструкций не так уж много. Но, поскольку я использую чей-то проект, то разумно и правильно будет сказать о том, что это игра, которую разработал этот автор. Что мы можем узнать об авторе? Мы можем открыть профиль автора и посмотреть, что здесь написано. К сожалению, здесь ничего не написано, поэтому я просто напишу на страничке, что автор игры Котуара. Добавлю это прямо здесь, наверное, на новой строке. Это уже особенности редактирования. Здесь это у меня стало почему-то заголовком, потому что я копировала заголовок. Я уберу это все, поставлю абзац. Но это уже элементы, связанные с тем, как редактировать, собственно, на сайте. И, в принципе, я могу сделать ссылку на профиль. Сейчас покажу. Вот я копирую адрес странички с профилем автора и добавляю ссылку. Точно так же, как мы это делали на игру, но в другой последовательности. Текст у нас ссылки будет здесь. Настрою тоже открывать в новой вкладке. Обновляем, открываем на своем сайте. Вот есть тоже автор игры. Пожалуйста, мы открываем профиль. Ну вот, собственно, и все. Теперь ты можешь размещать код своей игры, либо чужой. В данном случае я использовала чужой проект. Это не моя разработка. На своем сайте или на том сайте, к которому ты имеешь доступ. Я желаю тебе творческих успехов. И буду рада встречам в новых уроках.